Отрывок из книги Николая Носова «Незнайка на Луне». Дорога к пирамиде оказалась не такой близкой, как это казалось вначале. Нужно сказать, что расстояния на Луне очень обманчивы. Благодаря отсутствию воздуха удаленные предметы видятся на Луне более четко и поэтому всегда кажутся ближе. Незнайка и Пончик шагали уже чуть ли не целый час, а до пирамиды еще было далеко. Жаркое солнце все сильнее нагревало скафандры, но Незнайка и Пончик не сообразили, что можно воспользоваться космическими зонтиками и изнывали от духоты. «Не спеши так, Незнайка!» – взмолился Пончик. «Надо хоть капельку передохнуть!» «А ты, как видно, хочешь и жариться здесь на солнышке!» – ответил Незнайка. «Нам надо поскорее добраться до пирамиды и спрятаться в тень!» «К тому же тут еще всякие там космические лучи!» «Какие еще всякие там лучи?» – проворчал Пончик. «Но это тебе не понять сразу!» – ответил Незнайка. «Я это тебе потом растолкую!» На самом деле Незнайка ничего Пончику растолковать не мог, так как сам не знал, какие это космические лучи и чем они отличаются от обыкновенных лучей. Он только слыхал от Фуксии и Селедочки, что такие лучи бывают, и их следует опасаться, находясь на поверхности Луны. Наконец Незнайка и Пончик прибыли к цели своего путешествия. То, что они приняли издали за пирамиду, оказалось обыкновенной горой, или, вернее сказать, потухшим вулканом, склоны которого были покрыты трещинами и застывшей лавой. Дорожка, по которой шагали Незнайка и Пончик, привела их к пещере, образовавшейся на склоне горы. Стараясь как можно скорее укрыться от палящих лучей солнца, наши путники вошли в пещеру. Здесь было гораздо прохладнее и уютнее, чем под открытым небом. Пончику перестало казаться, что он вот-вот выскочит из своих сапог и унесется в мировое пространство.